Игорь Митридар после долгого периода сна расправляет крылья Величества Ниграфона и главной силы Керчин. Его побуждение, что листворяет новый рассвет города, стремление в будущее и забуду о гражданке и своей истории. Со стороны морского фасада раскрывается панорама на неприступную морскую крепость. Острые бастионы волнорезов защищают город с моря, задавая строгий античный периток. За неприступными бастионами раскрывается приветливое парковое пространство набережной. Основная идея – это объединить несколько сценариев, отвечающих нуждам города и распространению потока кириллов. Удобная и интересная спида, пространство для больших городских мероприятий, спокойный и активный ход. Концепция новой городской набережной воплощает в себя мощь, неприятность и подвластное время. И забуду о человеке. Все то, что кирпичные каковы в тысячелетии выплескиваются на обновленные областные набережки. А теперь я приглашаю вас прогуляться по новой набережной в Кирпичке. Мы попадаем на набережную через традиционную для города северную входную группу и новый туристический информационный центр. Здесь можно получить подробную карту города, информацию об актуальных событиях, выпить чашку кофе, купить суверин и встретиться со своей туристическим уровнем. Начало новой набережной дополняет премиальный ресторан «Гайлот» с адаптированным под новый дизайн-форд фасадом. Отсюда главная аллея «Кроминад» разваливается. Первый маршин – «Кроминад» для желающих прогуляться вдоль моря. Со стороны морского фасада галероподобные волнорезы подчеркивают античное происхождение города. Силуэты боевых кораблей привлекают внимание и приглашают современные корабли к своим комфортным причам. Каменная волна, поднимаясь над берегом, формирует защитный прокет, защищая прибежный кроминад от волн и ветра. Второй маршрут уводит вглубь парка, сквозь основные культурные места. Здесь размещается воссозданный буфет на бульваре, происходит развитие музейного комплекса и создание аллеи древности. Сердце центральной набережной – фестивальный комплекс «Пробуждение Грифона». Семергия двух началов – «Орла и Ба», «Небо и Тверди», «Досуга и Культура». В патрульями Грифона размещаются галереи с перспективным выставочным пространством. Например, он же единственный исторический музей Харчи. Здесь жители города и туристы смогут познакомиться с великой историей в своем городе. Сверху крыльев, разума со ступенью театра, обнимает главную концертную площадь. Создание фестивального пространства создает потенциал для экономического развития набережной. Изящную линию крыла продолжают функциональные навески. Ресторанный комплекс, торговая галерея, вертисажная для проведения ярмарок, и декорационный бассейн, подогреваемый водой – это изюминка набережной. Релакс-зона с песчаным пляжем вынесен на крышу навеса и оборудован нашими зонками и пляжными зонтиками. Расширенная набережная суда запада отражает линию северного берега, подчеркивая симметрию античного стиля. Искусственная мыс окончания набережной поднимается в небо у десов. Это формирует на дальней окончательной набережной дополнительное фестивальное пространство, конференц и банкетный зал. Уютная набережная с богатым изменением, большим количеством спортивных и русских площадок формирует образ современного, процветающего крымского города. Главная детская площадка – это детский развивающий комплекс Геннездо Грифон. Засыщенный со всех сторон дворик патрия, воплощается идею о детской площадке Мечты. В южной части, в районе Людинки, располагается молодежная крыла набережной и южная туристическая входная группа с фортом проявленной вори. Впенчается в нужную часть набережной, молодежный бизнес-центр с каворкингом и медиатючком. Значит, что я увидел? Точечная застройка всей территории какими-то объектами. То есть, маленькая территория становится еще меньше за счет того, что все нагромождено. Всякими мелкими лавочками по проданию алкогольной продукции и так далее. Поставили какой-то объект возле этого Галеона. Там, где люди толпами и минре ходят. А они его перекрывают. Это же главная проходная. Значит, спортивная зона будет очень маленькая. Детская игровая зона нагромождена. И еще какой-то объект в виде строительства непонятного чего. При том, что в площадке, ну, там какая-то детская была зона. И она была вся застроена как... Да, да. Как... Я не знаю. Как коллизии. Да. То есть, детская площадка должна быть открыта и больше. А они застраивают какими-то строительными... Надо просто завести порядок. Строители консервировали. Значит, по... Потому что было показано здесь... Было видно, что уменьшено территории зеленых насаждений. То есть, на видео было много деревьев. А в самом деле, при плане зонирования эти зоны вообще исключены. То есть, если кто-то захочет посадить дерево, он там посадит. Но мы лишимся территории, где генеральным планом закреплено, что там зеленая зона и там должны быть деревья. То есть, все эти деревья, они пойдут под снос и высадят только те, где понадобятся. Это очень мало. По поводу пляжа. Ну, это вообще дикость, что оставляют набережную без пляжа. Это вообще дикость. Потому что, смотрите, убирают даже последнее место, как бы, официальное для купания. И эту водную станцию. Где люди купаются и зимой, и летом, если вы не знаете. И на набережной купаются и зимой, и летом. Человек купается. Кругой год. Ну да, за 100 рублей. Тоже предлагают какой-то бассейн, который будет ограниченный на количество людей. Тоже на громождение. Потому что там какой-то навел будет здоровен. Дело в том, что, да, по закону нельзя у нас на набережной купаться. Но это не исключает возможности там быть этих мест для купания. То есть одно другому не мешает и не противоречит. Ну, купаться нельзя. Ну, сейчас тоже купаться нельзя. Но у нас есть места там для купания. А их хотят полностью нас лишить и убрать. То есть у нас купаются и пляж есть на набережной. И это не мешает. Нам нужно пляж это 100%. Мы всеми не поддержим. Мы видели, что в плане зонирования место, туалет, под старый советский туалет, который отобрали, который отдали частнику, этот туалет, для того, чтобы он его сам содержал, обслуживал, чтобы люди могли ходить в туалет. С тех пор там более-то нет. Но сейчас это место еще больше выделяется. Еще больше территории выделяется под эту туалет.